Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть NF-марш в 22-й ферме. Заключительная четвёртая часть гигантской серии, посвящённой осени нашего четвёртого игрового года. Ноябрь, будем готовиться к зиме, перероем наши склады, посмотрим, что к чему. В общем-то, всем приятного просмотра! Ну и ноябрь, друзья, у нас наступил. 8 часов утра. И последние контрактики, поле вот эти вот, которые мы убирали в прошлой серии, культивации на них есть. Плюс опрыскивание и прополка. И плюс, друзья, я не удержался. Я взял 3 на сбор урожая. Это у нас хлопок, но мимо 78-го поля я пройти не смог. Я взял технику в аренду, именно которая шла по контракту. Правда, я опять накосячил, я взял технику 78-го поля, а она дороже. Ей мы уберём, в общем-то, эти все 3 поля, ну и ладно. Также, друзья, я собрал всю траву, отвёз её на силостную башню. Что-то уже 257 кубов переработалось. И ещё 475 кубов ушло на этот склад, потому что в силостную башню не влезало. Пришлось с ручняком вывозить её сюда. Единственное, что я вот сейчас думаю, я забыл, это вот замульчировать поле и посыпать его известью. Но, кстати, удобрить-то его можно. Известь тогда в следующий раз. Если там было 64% урожая, то я боюсь представить, а это вышло где-то миллион 600, да? Полтора миллиона литров. То сколько будет с полного? Поле 45. Вот это вот нам надо. Углы пускай будут острые. Да, удобрений он, скорее всего, потратит много. Потому что там явно с этим были проблемы. Ну и давай, друг, иди работай. Ставим ему автоматическую дозировку этого всего дела. Всё, едь, удобряй. У нас опрыскивалка уехала. Полольник уехал. Четыре чизеля уехало. Маленькие поля культивировать. Это они, правда, некоторые только сейчас добираются. И большой культиватор наш тоже вот уехал. Вот он прибыл на поле для культивации. Что нам, друзья, ещё надо сделать в ноябре? Во-первых, обслужить нашу лесопилку. Через 35 минут там закончится дерево. Это мы сделаем с помощью вот этой вольвы. Давай, друг, едь к лесорубам. Будем там сейчас забирать всё дерево. А также лесорубам надо, друзья, отвезти топливо будет. Наверное, по одному прицепу хватит. Также через один день и 17 часов у нас закончится силосная добавка. Поэтому я думаю, что 5 кубов надо ещё купить. И до весны этого должно будет хватить. И на свинарнике у нас опять заканчивается корм. У нас, друзья, родились ещё поросятки. И где-то 600 штук пришлось продать. Потому что они не влезали. На 158 тысяч это у нас дело получилось. Кстати, раз уж мы сюда зашли, давайте посмотрим, что у нас получилось за октябрь. Новая техника и продана техники. Это мы купили те жаточки. И потом их продали. Плюс продали старые. Возможно, придётся их потом обратно покупать. Но ладно. Строительство 1 600 000. Продано здание 107 000. Это наш элеватор, который был на старом. Покупка участка ещё 1 300 000. Обслуживание техники по контрактам много чего работало. 235 000. Амортизация недвижимости. Цена производства. Тут понятно. Это большие цифры всегда теперь будут. С каждым разом всё больше и больше. Доходы от продажи урожая 105 000. Доходы по контрактам 1 000. И плюс ещё другое 429 000. Это, в принципе, кроме надбавки за эко-счёт, в эту графу у нас попали ещё контракты, которые из зажаток мы выполнить не смогли. Кредит я вернул, разумеется. Сразу же, как только отбил. Ну и сейчас на балансе у нас 350 000. Техообслуживания пока что хватает везде. Ну и наша мастерская 22 куба этого самого техообслуживания уже сделала. Пускай пока зиму работает. Канула почти закончилась. Эту линию мы отключим. Ну и подсолнухи. Зиму будут работать. У корма есть уже 59 кубов. Надо, наверное, нашим свинкам завести. Но что-то я так понимаю, что я не вытягиваю это количество. Поэтому, возможно, вот этих вот 4 м... Блин, не знаю. Вот этих по 741 я продавать не сильно хочу. Наверное, имеет смысл продать всю молодежь. Прямо вот этих вот 0 месяц, которые сегодня родились. Давайте их всех продадим. И корма будет хватать. Возможно, они надо будет везти. Они все равно так поплодятся, что капец. Нам от них сейчас нужен в основном навоз и жидкий навоз. А мелочь это вряд ли будет много какать. Поэтому, наверное, давайте реально их продадим. Чтоб они не жрали наш корм. Жалко, вот их всех нельзя продать. 88 евро за штуку. Вот 48 последних. Их продаем. И все, остаются у нас только 14-месячные и 4-месячные. А корм не обновился вообще ни разу. Как будто вот эта мелочь, которая только новорожденная была, даже и не ела ничего. Ну ладно, по крайней мере, они не будут расти. И потребление корма точно не вырастет. Также, друзья, давайте еще посмотрим, что у нас вообще по заводам. Электрозаряда не очень много. Давайте мы его, наверное, поставим. Ладно, пока что просадок в электричестве нету. Все нормально. На лесопилке у нас уже довольно большое количество планок поддонов ДВП, ДСП скопилось. Поэтому, наверное, имеет смысл это все вывести на склад, раз уж мы его поставили. Поэтому сейчас вывезем. У лесорубов уже по 7 поддонов дерева скопилось. Поэтому сейчас мы их загрузим на лесопилку. Ну и силостные башни. В общем-то, с ними тоже все понятно. Надо поставить еще сейчас будет склад для тюков. И подвести его. Невозможно траву обратно перекинуть туда. Так, ты у нас, кстати, поливаешь. А не сильно много он тратит. Траве надо не сильно много удобрений. Поэтому нормально. Но и ожидаемый урожай вырос до 89% уже. Это прекрасно. Старый был 82% на самом деле. После того, как мы взяли образцы почвы. Хорошо. Ну, кстати, мне тут рассказали, что курсплей, оказывается, может снимать образцы почвы. Поэтому обязательно проверим это, когда новое поле купим. Тут у нас вот полонник ездит, что-то собирает. На кучу трудяк. Все работают. У всех все хорошо. Вот эта штука у нас трудится сейчас на 68-м поле. Ей самый маленький вот этот контракт. 3 часа она ездит. Я боюсь представить, сколько по времени она будет ездить на 78-м поле. Скорее всего, просто поставлю тупо на ночь и все. Ну, а нам нужна была вот эта вот штука. Открываем шторку. Включаем автопогрузку. И отъезжаем назад. Потому что сейчас оно здесь будет нам мешать. Хотя давайте мы подгоним его вот сюда. И эти поддоны будут сразу прыгать. 7 поддонов делаем. Вздынь. И они будут сразу здесь появляться. И автопогрузка нифига не включилась. Потому что не был выбран у нас прицеп. Так, подъезжаем тогда сюда. Здесь мы тоже выбираем 7 поддонов. Они запрыгивают. Ну и у третьего лесоруба мы тоже... Стой, что ты не останавливаешься. Тоже забираем 7 поддонов. Может быть надо было и 8 этих неполных выгружать. Но уже ладно. Ну, 21 поддон собрали. 210 кубов дерева мы сейчас туда привезем. На какое-то время это опять-таки хватит. Зимой мне придется сюда еще дополнять это все дело. Выгружаемся. И залетит оно далеко не все. Ждем пока разгрузится. Загружаемся по новой. И по новой разгружаемся. Готово. А давайте теперь заберем нашу продукцию. Тоже с помощью этой же самой Вольвы. Целых 50 поддонов сюда влазит. Поэтому возможно мы даже за один раз все утащим. А возможно кстати и нет. С какой стороны они появляются. Не важно. Так, что нам надо забрать? Давайте в первую очередь ДСП. Ага, 45 поддонов у нас здесь ДСП. 44. Понятно. Сейчас будем кататься. И оно все не выгрузилось. Потому что я забыл автопогрузку включить. Никита, молодец. Так, 4 у нас тут стоит. 14 загрузили. Итого 18. Хотя вообще мы же ДСП полностью выгружаем. Поэтому давай выгружаем. И все. Они сразу же выгружаются и залетают к нам прям в грузовик. Кайфово. Давайте вот эти вот 2. Точнее там даже 4. Эти 4 тоже пускай залетают. Итого мы 44 штуки загрузили. И остается место еще на 6. Давайте поддоны тогда какую-то часть оставим здесь. Так, 6 штук. Загружаем. И все. Места больше нет. Давайте поставим ему тогда выгрузку направо. Загружаться он потом поедет на лесопилку. Загрузка поддоны. И повезет он поддоны. Скорее всего разумеется он там выгрузится так, что не все попадает в склад. Придется это все руками в склад отправлять. Но ничего, мы справимся. Дерево мы загрузили на полтора дня всего. Кошмар. Сколько его жрется. Так, давайте отправим вот эту вот штуку. Отвести еще 5 кубов силостной добавки. По тому же самому маршруту, по которому он у нас последний раз и ездил. Еще 45 тысяч мы потратим. Двигается к станции обслуживания. Ну двигайся. Значит заедет на станцию обслуживания. Заедет, купит этой силостной добавки. Выгрузит ее на БГА в нашу башню. И приедет сюда обратно. Вот кстати тюки у нас в инспекторе не показывались на Вольве. А поддоны показываются. Это прекрасно. Ну и раз уж мы на базе. Давайте тогда и корм свиньям нашим отвезем. Тут уже скопилось ровно на прицеп как раз. 59485. У нас прицеп на 59400. Загружаешься на НПЗ, выгружаешься на свинарники, везешь корм для свиней. Один раз погнал. Здесь не покупают такой товар как ДСП. Кто там? Куда ты выгрузился? Животноуческая база? Вот это я конечно лох. Да Никита ты молодец. Я понимаю что здесь не покупают. Я не сомневаюсь. Загружаем все эти поддоны обратно. И выгружаться нам надо на база. Склад выгрузка поддонов. Давай ездить туда, там выгружайся. А то придумал тоже мне тут. Наверное нашим лесорубам мы по два прицепа отвезем. По 25 кубов. У нас столько есть. 75 кубов перевезти. Когда топливо здесь начнет заканчиваться. Мы оставим какой-то запас кубов 20. Чисто на заправку техники. Чтоб она туда ездила. И пополнять производство тогда будем с заправки. Еще потом вот это здоровенное поле с хлопком собирать. Да придумал я себе приключение. Так Вольво приехала. Молодец. Шторку только и не закрыл. Так и ездит с открытой. Не очень это красиво. Ну ладно. Надо было точку автодрайва обзывать как парковка. Не знаю. Шторный прицеп. Это же шторный правильно? А то здесь мы пообзывали зерновоз. Бочка. А тут просто фура. Ну давай разгружайся товарищ. Так. Что-то пошло выгружаться. А что-то нет. Ну тут довольно маленький триггер. Но мы попали чисто по центру. Нормально. Пойдет. Главное про него просто не забывать. Чтобы не получилось так, что он сюда приедет разгружаться. Там не знаю. Три грузовика. И просто нагородят здесь большую кучу. Так ручками в принципе можно это все дело будет поскидывать. Отсюда все это дело мы уже будем вывозить контейнерами. Которых у нас конечно сейчас нету. Но мы их купим обязательно. Аккуратненько вот так вот двигаем. И они выгружаются. Главное не спешить. Во. Еще два осталось. В общем-то они выгрузятся. И тем временем Вольва-то уже приехала на загрузку. А давайте ее загружать. Теперь у нас ДВП. Тоже 44 поддона мы ей выгружаем. Они сразу же залетают сюда. Автодрайв сам включает автопогрузку кстати. Что очень прекрасно. И уехал не дождавшись. Ну и ладно. Эй друг ты поддон забыл. Негодяй а. Давайте вот сюда поставим. Чтобы он его точно забрал потом. Тем временем наш водовоз прибыл на место. Отключаем ему лимит заполнения прицепом. Прицепа. Ставим ему 6 поездок. Ставим ему в настройках менять доставки. И ставим ему загружаться на НПЗ топливом. И выгружаться у лесоруб топлива 1. И вести дизельное топливо. Во. И все. Пускай едет катается. Потом вернется сюда. Корм для свиней у нас тем временем выгружается. И из продакшн инфа оно исчезло. Отлично. Где наша Вольва? Что она долго едет. Оно кстати пошло разгружаться еще до того как он выгрузился. В теории можно сделать вам проезд просто через триггер. И так чтобы он ну прям ну очень медленно ехал. И он тогда сможет разгружаться здесь даже не останавливаясь. А к последним поддонам просто даже остановиться. Там можно. Есть функция чтобы он после выгрузки еще стоял там 5 секунд допустим. Или 10 секунд. На вообще триггер бы побольше просто я вообще кайфово было бы. Все. Вот это вот все добро должно выгрузиться. Кстати ДВП и ДСП у нас идет на продажу. В принципе мы то уже даже немножечко подсобирали. Подсобрали. И цена растет. И в принципе можно сейчас будет отслеживать. Но ладно пока нам не на чем возить. Я на поддонах возить это все дело в хозмак не хочу. Но в целом когда здесь будет хорошая цена. Можно будет отвезти и продать. Уже так то на 250 тысяч почти собрали. И куда же друг мой ты поехал расскажи мне. Двигается к АЗС. Это по твоему АЗС? Или он думает что здесь АЗС? Да он думает что там АЗС. Опаньки. Как нехорошо то. Вообще здесь действительно какая то бочка с топливом. Вот что было наполнить да. Когда я здесь видел. Здесь техника действительно заправляться может. В мастерской у нас. Не самая прекрасная новость. Я автодрайв под это не писал. Вольве там явно не понравилось. Проезжать здесь. Тут я рассчитывал что будет ездить маленькая бочка только. И все. Ну ладно. Давайте тогда немножечко это все дело сместим. Вроде бы через триггер бочка все равно будет проезжать. И попробуем отправить его вот так. Да почему он налево едет? Я его выставляю вот прям на эту линию. Он все равно едет туда. А вот не поедешь ты туда. Я тебя все равно выставлю сюда. Чтобы ты заехал изначально нормально. А еще пока мы ждем. Помоем технику которая у нас здесь стоит. Она до весны использоваться уже не будет. По хорошему конечно наверное заправить и починить ее еще не помешало бы. Но она сама потом. Когда ей надо заправляется и чинится. Так смотрим на Вольву. Так ну теперь он здесь протискивается. И да действительно он здесь заправляется. Вот тебе новость. Ну ладно. Значит будем смотреть чтобы топливо у нас было еще и здесь. С запасом всегда. Выехать то он надеюсь сможет отсюда нормально. Заглох прям. Прикиньте. Ну да ладно. Давай едь тогда за поддонами. А мы пока здесь. Ну и получается те кто остались на базе. Те чистые. По крайней мере те кто под навесами стоит. Не не все. Но сейчас мы к ним вернемся. Мы возвращаемся. О поддончик залетел. Возвращаемся к погрузке того что у нас здесь осталось. 44 поддона планок. Забираем. И там поддон останется да? Нет поддон тут не останется. Или останется. Не не осталось. Он таки решил уехать. Ну если ему поставить загрузку 100%. Наверное не уедет. Но потом он еще вернется сюда тогда за поддонами. У нас здесь на складе только поддоны еще остались. А какую-то часть мы здесь оставим. Чтобы можно было отнести лесорубам. С другой стороны лесорубам на ближайшие 3 дня точно хватит. А за это время что-то уже произведется. Так что можно забирать и все. У нас тем временем кстати вот эта вот штука тоже домой приехала. Удобрила наше поле. Давайте мы его из таба вырубим. И помоем всех оставшихся которых еще не помыли. Еще и контрактик один выполнен. Сейчас еще кто-то домой вернется. 58 поле это скорее всего большой культиватор. Он самый быстрый. Остальным там трохи поболее работать. Тем временем кстати еще второму лесорубу тоже топливо досталось. И оно погасло тоже из списка. Осталось третьему. А потом еще всем паразику тоже еще достанется. Солярочки. Вот эти трактора конечно надо будет поменять. Не справляются они с этими плугами. Ну точнее как поменять. Эти трактора мы скорее всего когда в возилке будем покупать. Отправим эти трактора возилкам. А для плугов купим новые. Вольво как раз приехала. Сейчас мы этого до моем. И пойдем поддоны тоже. Склад перегрузим. Все. Теперь уже точно под навесами все чистые. Еще вот этих поросят бы помыть. Но у нас автоматическая мойка есть. Я правда не очень хочу с этим заморачиваться. Но сейчас ладно заморочимся. Пока там поддоны первая партия улетает. Давайте как раз этих подправляем. Но их видимо придется по очереди. Так вдруг ты едешь на базу автомойка. Погнал. А мы пока скинем поддончиков еще парочку. На склад. Повкай они залетают туда. Контракт кстати который выполнен можно принять. Еще плюс 22 тысячи денежков. А что-то прям на мойку долго товарищ едет. Давайте следующего отправлять. Ты друг тоже едешь на автомойку. А мы идем дальше раскидывать поддоны. По фаншую конечно наверное погрузчикам это надо делать. О едет на мойку. Ну да здесь он большой круг дает. Здесь нет выезда вокруг. Я не делал. И я думаю что он и не нужен. Надеюсь он хоть попадет сюда. А то я не помню проверял я даже или нет. Но заезжает нормально там. Хороший угол получился. Так прибыл на автомойку. Мы автомойку включаем. Давайте еще поддончиков закинем. Готово. Этот тем временем у нас помылся. И мы говорим ему ехать парковаться. Пока едет сюда черный. Можно отправить и красного. Я помню на золотом колосе по-моему у меня прям парковки были обозначены на автомойке. То есть у нас поля всегда ездили все на автомойку. Я по-моему прицепным устройством назначал парковки в гаражах. А тракторам всем на автомойке. Они соответственно приезжали мылись. После того как они помылись я просто нажимал на кнопочку парковки. И они давай друг едь. Точнее давай друг мойся. Мы еще поддончики. Сгрузим пару штук. Давайте выгружайтесь на склад. Этот тем временем помылся. Мы им уговорим ехать парковаться. И давайте последние поддоны тоже сюда все запихуеваем. Все. Тут у нас готово. Кто у нас красный там да? Не помытый остался. Ну давайте. Нет ладно. Наша Вольва уже приехала за поддонами. Давайте сначала ее загрузим. Или подождать пока тут по одному поддону всего остального появится. Давайте подождем. Я думаю это довольно быстро случится. Это довольно быстро случится. Подождем. Этот товарищ у нас тоже в этом сезоне отработал. Поэтому его мы тоже моем. Да. Те кто вот ковыряется в земле. Типа культиваторы. Они прям чумазые-чумазые всегда. Все. Ты у нас готов. Мана тоже моем. Все. Ман теперь тоже чистенький. Этот теперь тоже чистенький. Его мы тоже отправляем на парковку. Что у нас тут? Все. Сделались новые поддоны. Отлично. Значит один поддон планок. Один поддон ДСП. И один поддон ДВП. Выгружаем. Ну а поддоны оставшиеся 37 штук получается. 36. Во. Они сюда залетают. И это меньше 85%. Поэтому он не уехал. Мы его в общем-то сами отправляем на склад выгрузка поддонов. Едь туда. Разгружайся там и едь паркуйся. В общем-то друзья на этом тогда мы наверное эту серию и закончим. Она опять скорее всего получилась супер длиннющей. И поэтому товарищи спонсоры я хотел бы ваше мнение вообще. Потому что вы это первое посмотрите. Вот у нас четвертый год прошел в новом экспериментальном формате. И получилось лето было очень длинным. То есть и много всякой информации. Много всего было сделано. Но опять-таки у меня по 3-4 дня уходит просто вот на запись всего этого дела. Это в лучшем случае. Плюс потом еще вот монтаж, рендер и вот это вот все остальное сопутствующее. То есть по сравнению вот с прошлой неделей, которая была, да? 5 роликов за неделю вышло когда? Сейчас получилось перерывы в 4 дня между серией. Многовато. Короче я хочу ваше мнение. Оно очень важно для меня. Как лучше делать? Вот так вот все скопом прям в сезон весь в одну серию пихать? Или знаете ли одно какое-то полезное действие за серию? Короче напишите пожалуйста очень важно. Ну и конечно же спонсорам огромное спасибо за поддержку. Я друзья в ноябре в этом добью вот эти вот контракты разумеется. Тут еще прям очень дохренище. Но по крайней мере будут денюжки. Технику поставлю всю на стоянку. Лесопилку скорее всего зимой придется обслужить. НПЗ придется выключить скоро. Ну если какие-то минимальные такие дела будут. Я в общем-то это все быстро сделаю. Контрактов там никаких не будет. Работы на наших полях не будет. Строек никаких не будет. Встретимся мы с вами уже тогда в марте. На следующий год у нас тоже много всяких интересных планов есть. Опять-таки много производств, много строек. Поэтому чтобы не пропустить все это добро. Подписывайтесь на канал. Если будет прям много лайков. То следующая серия выйдет быстро-быстро. Она уже записана. Поверьте на слово. Ну а если не хотите ждать новой серии. То на бусте отснято много всего уже наперед. И там это все появляется прям по мере съемки. У меня сейчас 6 октября. То что в правом углу написано ноябрь не верьте. Так что вот такие вот дела. Новые моды из этой серии. Можете скачать по ссылочке в описании. Они там все помечены. Плюс там всегда кстати на том сайте. Самая последняя версия карты будет лежать. То есть сегодня утром вышла новая версия 3.7. Понятное дело что когда вы это смотрите. Она вышла уже давно. И может быть уже 3.8 появилась. Но короче там лежит вот актуальная всегда. Я ее уже на сайт добавил. Так друг а ты стой. А он парковаться же поехал. Ну ладно. Всем в общем-то огромное спасибо за просмотр друзья. С вами был Никита Дилай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok